Медиагруппа «Авангард» представляет В этом блоке мы пригласили высказаться нескольких коллег, которые по очереди, но все-таки расскажут о том, как из-за буквально считанной мелочи, ерунды, пустяка, в конце концов, информационная безопасность идет буквально под откос и начинает осыпаться. У этого блока есть небольшие правила и очень важные, на мой взгляд, докладчикам нельзя произносить следующие фразы и их аналоги. Фраза номер один «Заказчик нам не сказал». Фраза номер два «У ИТ была очень хитрая настройка». И фраза номер три также под запретом «На самом деле все окей». Смешно, правда? Многим нет. Ну а зрителей мы попросим писать в чат свои мнения о рассказанных спикерами историях и также присылать, возможно, свои истории о промахах на нашей платформе. Лучше мы обсудим, ну и, конечно, наградим, как всегда, по нашей традиции, сок-баллами. Итак, первый участник – это начальник отдела обеспечения ИБ МТС Андрей Дугин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Я думаю, что вы уже можете начинать. И вашу историю душесчипательную, я уверен, что сейчас многие прослезятся. В принципе, чего-то, наверное, очень интересного и сверхэксклюзивного рассказать не получится. Опыт тех ошибок, которые я сейчас озвучу, вероятно, был у многих. К примеру, жил-был у нас там один сервер, который решили смигрировать из одного сегмента в другой сегмент. Ну, чтобы было понятно, этот сегмент был DMZ, доступный из интернет. При этом, естественно, под контролем соков все было, сервер переносился, все проверили, все хорошо. Единственный нюанс, который мы не проверили, это то, что к нам с него поступают логи. Ну, собственно, мы поняли, что логи к нам с него не поступают, когда уже с этого сервера начала идти какая-то противоестественная активность. Ну, то есть, когда, собственно, сервер начали пытаться атаковать злоумышленники, и мы уже по косвенным признакам поняли, что, в общем-то, что-то не так. Ну, то есть, по сути, казалось бы, вот такой маленький нюанс, на который стоит обращать внимание. Но, тем не менее, в данном случае он нам дал такую, скажем так, дал нам такую ошибку, что мы не слишком быстро определили атаку. Хотя, соответственно, ни ущерба, ничего не произошло. То есть, с точки зрения непрерывности бизнеса, задача СОК по защите необходимой информации мы все успели, но, тем не менее, ситуация была неприятная. Хотя, наверное, эту мою фразу можно было бы как-то трактовать по запрещенным фразам, что на самом деле все окей. Но я не считаю, что здесь было все окей, и поэтому я это рассказал именно как опыт сын ошибок трудных. Или наш звукооператор должен был дать такой сигнал – а-а-а. После фразы, на самом деле, все окей. И меня током должно было, да? Мне Володя говорил, что что-то будет, но, видать, система не работает. Андрей, давай усугуби просто. Но на самом деле мы пришли к начальнику безопасности, и он нам… А тут дети смотрят. Ну ладно. Тогда точно «э-э». Продолжаем. Да, где-то так. То есть это вот, собственно, одна история. Еще одна история была. Тоже, собственно, заметили, что пользователь вытворяет нечто противоестественное со своей рабочей станции. И не только с рабочей станции, то есть из-под его учетной записи ведется некая противоестественная активность. Ну и под контролем SOC подняли эти службы, сказали, ребята, собственно, нужно быстро эту купировать активность, нужно учетную запись заблокировать. И вот что-то пошло не так, какой-то был мискомьюникейшн, и учетную запись вот этого пользователя, нарушителя, собственно, не заблокировали, а удалили. Ну, в общем-то, получилось неприятно, особенно пользователю. Конечно, с другой стороны, я думаю, он так надолго запомнил, что вытворять таких противоестественных вещей нельзя. Но, тем не менее, я считаю, что это все-таки была некая ошибка, и это можно действительно сказать как косяк. Спасибо большое за эту интересную историю. Андрей, во-первых, я-то думал, что будет что-то более яркое, что ли, да, будет какой-то детектив, в конце концов, может быть, какая-то трагедия. По большому счету, мне, может быть, как не очень глубокому и широкому специалисту, казалось, что история вполне себе будничная. Может, Владимиру показалось что-то иное? Может быть, я что-то не рассмотрел, не расслышал? А я предлагаю, у нас такая компания собралась сегодня, все люди из коммерческих стоков, поэтому сейчас давайте поиграем в тесты. Первую историю Андрея я бы так дал по тезису «Маска. Кто ты? Что это за сервер? Откуда он вообще взялся в нашей компании?» Есть классическая шутка по поводу того, что можно считать количество серверов компании по-разному, и есть для этого несколько инструментов. CMDB, антивирус, сканер защищенности и, не знаю, ICM. Вот давайте проголосуем. Кто в какой источник событий в этом месте больше верит? А дальше попробовал всех помучить. Итак, кто из наших уважаемых начальников коммерческих стоков верит в CMDB? CMDB? С точки зрения... Ребята, вы что, универсальный инструмент IT, Володя? Аргументируй. Видел ли ты где-нибудь хотя бы в одном заказчике работающий CMDB? Работающий CMDB я не видел, но я видел очень хорошие попытки его сделать. И, на мой взгляд, как раз коммерческий сток должен начинать свою работу в заказчике с понимания инфраструктуры, то есть строить ту же самую CMDB, несмотря даже на то, что ее там нет. Ну, классическая история. Айтишники у нас работают плохо, давайте безопасники все сделают за айтишников. Бывают такие кейсы? Хорошо. Кейс первый понятный. Кто верит в антивирус? Никто не верит в антивирус. Не, ну почему никто не верит в антивирус? Если посмотреть по поводу антивирусов, уже на конференциях, насколько я помню, лет 10 ходят такие тезисы, такие утверждения, что антивирус – это вчерашний день, антивирус – это то, что уже не нужно, скоро антивируса не будет и тому подобное. Конечно, разговоры об этом идут, но тем не менее, как ни крути, антивирус – это все равно некая такая базовая вещь по информационной безопасности, которая есть практически у каждого. Андрей, все так, но я поговорю про антивирус как систему инвентаризации. Верим ли, что большинство машин на нашей сети покрыты антивирусом? А, если об этом. И что тогда мы ничего не потеряем? Нет, большинство машин покрыты антивирусом практически везде. Но если говорить о стопроцентной зоне покрытия, то, ну честно скажу, что прямо на все 100%, не 99,9%, а 100%, ну я еще не видел нигде. Хорошо, ладно, двигаемся дальше. Третий вариант – система сканера защищенности, как мастер-система по пониманию инфраструктуры. Кто в нее верит? Так, CM. Итого у нас произновалось два скептика, которые вообще ни во что не верят, считают, что заказчику инвентаризацией можно вообще не заниматься. Ладно, мучить их пока не буду, потом просто вернемся потом. У меня есть предложение, и не только предложение, это, в принципе, оно, я думаю, поможет всем то, откуда нам можно черпать информацию о том, что вообще, в принципе, в сети что-то существует. То есть, и это не обязательно будет средство защиты информации. Как мы можем понять, что некое устройство вообще в сети есть, о том, что оно там есть. При том, что у него может быть закрыт пинг, то есть ты его пингуешь, оно не отвечает. У него могут быть закрыты абсолютно все порты, оно просто само при необходимости куда-то там чего-то будет флюиды спускать. Но вот источник этой информации, которая нам все равно скажет, что это гарантированно существующее в сети оборудование, это запись в ARP-таблице маршрутизатора, которая является дефолтным гитвейом для этой подсети. И если запись в ARP-таблице маршрутизатора существует, то, соответственно, эта вещь в сети была до того, как эта запись протухла. Ну, как правило, у ARP-таблицы там порядка трех часов, но может быть... Понятно. То есть эти три часа она точно существовала. Хорошо, двигаемся в историю вторую. Я бы назвал ее историей из анекдота. Стой, стрелять буду, стою, стреляю. Пользователь остановился, но учетку решили все-таки пристрелить. Кто из вас, как коммерческие соки, занимается с платформами ARP, SOAR и что-то такое заказчикам предлагает? Давайте, поднимаем руки. Антон, ты точно занимаешься? Я подсказываю. Хорошо, остальные не занимаются? О, Володя, кто из вас верит вообще в автоматизацию, что можно прямо отстреливать учетки, не глядя, без ручного контроля? Автоматизировать можно только то, у чего нет никакой доли процента фалсы. То есть только те кейсы, на которых стопроцентное отсутствие фалс-позитива. То есть ничего? Не, ну не сказать, что ничего, но действительно в большей части такого не наблюдается. Ну ладно, окей. Ну что, по Андреевским кейсам, мне кажется, что мы прошлись. Давайте двинемся дальше. Есть предложение вопросов наших зрителей, потому что их достаточно много. Есть уточняющие, просто пока есть возможность. Вот Николай Фурсов спрашивает, собственно, у Андрея. Защита утечки информации у вас на подряде или это все-таки средства МТС? Защита от утечки информации. Ну это уже разговор идет не о коммерческом соке, а именно о внутреннем соке МТС. Защита от утечек информации у нас все выполняется силами собственных наших специалистов. Ага. Да, спасибо большое за ваши ответы. И еще один вопрос. Каких ошибок сок можно избежать? Есть ли универсальный ответ, вот прям нам бы вон на поверхности лежит? Чтобы каких ошибок сок можно избежать? Да. Ну прям универсальных. Если ответ должен звучать универсально, то можно сказать разных ошибок. Но просто на каждом этапе ошибки могут быть действительно разные. Если ответ должен быть полным и всеобъемлющим, то он реально займет больше, чем вся эта сессия. Поэтому если уточнить, то есть если бы вопрос звучал как-то более точно, наверное, я бы ответил менее смешно. Тогда другой вопрос, более точный. На чем не стоит экономить? На чем не стоит экономить? В разрезе сок, как вы понимаете. Не стоит экономить, ну, точно это на персонале. То есть опять человек это новая нефть, да? Да, так и есть. Но потому что какие бы ни были совершенные системы, если с этими совершенными системами будут работать люди, которым это неинтересно, которые не захотят разбираться, ну, для которых это не их дело, это будет не столь эффективно, как если бы системы будут несовершенные, но люди будут более совершенные. Вопрос провокационный. Еще один и последний вам в этом блоке, но на мой взгляд очень и очень правильный. Вы больше учитесь на своих ошибках или на чужих? Опять-таки в разрезе той темы, о которой мы сейчас говорим. Ага. Не, вопрос, конечно, интересный. Статистики такой мы не вели, честно скажу. Но мы, да, своих ошибок у нас, честно, хватает. Понятно, как вы понимаете, у каждого из нас 99,9% от того, что мы здесь не рассказываем. Вот, естественно, ошибки есть. На своих ошибках мы учимся. В том числе, естественно, мы учимся не только на своих, но и на ошибках других. Но как это замерить, честно, я даже не считал. Если бы вопрос был, к которому можно было подготовиться, что-то посчитать, я бы это в виде цифр как-то смог преподнести. Да, понятно. Спасибо большое, Андрей Дугин. Естественно, не прощаемся. Сейчас у нас будет новый рассказ от руководителя направления сервисов киберзащиты CyberArt. Владимир Дмитриев, да, сейчас должен на нас выступить, если я ничего не путаю. По крайней мере, мне об этом сообщили. Владимир, вам слово. Да, хорошо, спасибо. У вас и кликер есть? У меня и кликер есть, и я немножко подготовился. Прям вот тема была сорвать всех покровы. Я вот решил, как бы не останавливаясь, срывать их сегодня. И поэтому подготовил несколько невредных, на мой взгляд, советов для коммерческого СОК. Но это на самом деле не точно. И начать хотелось с общего. Советы, они касаются того, чем не должен, на наш взгляд, заниматься коммерческий СОК. И, соответственно, первое, это общий совет, это заниматься аутстаффингом вместо аутсорсинга. Про что здесь речь? То есть тогда, когда мы приходим к клиенту и начинаем использовать тот инструментарий, который есть у клиента. Подключились, начали работать, работаем как-то. Какие проблемы при этом возникают? Первое, это то, что сложность масштабирования такого сервиса. То есть действительно, как бы, развить его практически невозможно. Следующее, это сложность передачи опыта. Если я работаю в одном клиенте на одном инструментарии, то, разумеется, там, перейдя к другому, мне будет трудно это делать. Ну и, разумеется, масштабирование. Что делать? Из добрых советов, это все-таки выдавать для клиента определенные требования к тому инструментарию, который должен быть. Ну и, в целом, строить свою облачную инфраструктуру и стараться то, что можно, все-таки затягивать к себе и у себя там обрабатывать. Следующий совет, совет, наверное, такой общий, про ключевые показатели. Тоже, там, срывая покровы, на заре своей работы, мы в качестве регулярной отчетности о проделанной работе старались готовить отчеты, которые непрерывно удивляют нашего клиента. Читаются как детективы, где там много инцидентов, которые отражаются. В чем проблема? Проблема в том, что, на самом деле, инцидентов, о которых там можно сообщить, да, и которые действительно там вот, про которые хорошо рассказать, в регулярной отчетности бывает крайне мало. То есть, все-таки задача СОКа – это сделать так, чтобы инцидентов не было. Соответственно, исходя из этого, у нас непонимание перед клиентом, что же мы ему предоставляем, ну, то есть СОК ничего хорошего не выявил, значит, он работает не очень хорошо. И, как следствие этого, проблемы трудности масштабирования, трудности, опять же, продления, да, трудности масштабирования нашей услуги. Что делать? Это правильно определить KPI для нашего сервиса, то есть, в первую очередь, это гарантировать клиенту, что у него не будет определенных кибердисков, и это, на мой взгляд, основное и главное. Ну, например, то, что у клиента не украдут деньги. И вот основная задача СОКа – это гарантировать, что именно этого не будет, имеется в виду, украдут там через систему ДБО, да, и что у клиента не случится именно этой ситуации, а не то, что СОК выявит много-много инцидентов. Ну, и дополнительно это определить, опять же, такие метрики, как SLA, то есть, например, показатели доступности сервиса и показатели фолз-позитива. То есть, разумеется, мы не должны заваливать клиента многими сообщениями. Третий кейс – про процессы. Немножко поговорить, тоже как бы срывая покровы, когда приходим к клиенту и начинаем с ним общаться, и передавая ему какие-то сообщения, начинаем ожидать, что на эти сообщения вообще хоть кто-то в клиенте будет отвечать. Ну, классическая ситуация, когда мы работаем с IT, мы пришли, мы внешний СОК, мы написали IT-письмо с каким-то запросом, IT молчит. Мы написали еще одно письмо, IT продолжает молчать. Мы пришли к IT, а IT спрашивает, а кто вы такие? Проблема в том, что пока не будет успеха в работе коммерческого СОК у клиента, у заказчика, пока все заинтересованные службы, это в первую очередь службы IT и ИБ, не будут вовлечены в этот процесс. Нет, соответственно, что из добрых советов, что поделать? Ну, первое, это, разумеется, работать с ожиданиями, да, то есть встретиться с IT, встретиться с ИБ, проговорить про ожидания, что нужно, что действительно они ждут от сервиса. Дальше это все регламентировать, автоматизировать, приоритизировать. Ну, и основной, наверное, совет здесь, все-таки люди общаются с людьми, поэтому чаще встречаться со своим клиентом. Ну, и практически заключительный совет, совет про технологии, в чем, чем не должен заниматься СОК технологически. Тоже на заре нашего восстановления мы поставили, сделали ставку на СИЭМ и посчитали то, что все наши задачи аналитические, мы сможем реализовать с помощью данной платформы. В чем проблема? Проблема в том, что когда СИЭМ работает в онлайне на большом потоке, а при этом аналитики пытаются вытащить из системы относительно большие данные за достаточно долгий период времени, сложность получения таких данных. Соответственно, растет СИЭМ, растет ее стоимость. Ну, и в целом, как бы, СИЭМ у нас либо занимается онлайн-корреляцией, либо наши аналитики начинают его грузить запросами, и тогда, собственно, система не работает. В чем совет? Опять же, определить как минимум двухуровневую систему хранения и не планировать то, что с помощью СИЭМа можно будет решить все аналитические задачи. Ну, и, наконец, последний совет. Совет, касающийся темы, про которую все сейчас говорят, про пандемию, про удаленку. Что, на наш взгляд, не надо делать, это не надо стараться делать СОК полностью удаленным и полностью виртуальным. С чем мы столкнулись, когда объявили локдаун, и когда мы попытались это сделать? Первое, то, что аналитики, то, что аналитики, они на самом деле привыкли работать в определенном окружении. То есть у них много широких мониторов, у них удобная клавиатура, у них среда. И переведя человека на удаленку, где он сидит с ноутбуком, ожидать от него, что он отработает заявку, отработает инцидент с той же самой скоростью, ну, вот это не так. Следующая история, то, что аналитики привыкли все-таки работать лицом к лицу, и без взаимодействия это тоже отнимает много времени. То есть написание в чатах никогда не заменит живого общения. Ну и, наконец, нужно учитывать то, что просто из-за того, что пандемия, из-за того, что люди заболели, кого-то в смене не будет. Что мы сделали для того, чтобы решить эту проблему? То есть, первое, это пересмотрели свои графики дежурства, то есть расширили их. Второе, благодаря тому, что офис освободился, мы просто расширили помещение нашего СОК, сделав таким образом несколько отсеков. То есть аналитики у нас сидели там в одной комнате, одна группа аналитиков, вторая в другой комнате. Дежурная смена тоже была разбита на несколько отсеков. И таким образом, когда закрывались на удаленку, нам удавалось сохранить наш персонал. Ну и в заключении мы запомнили эту схему, эту модель, и в случае продолжения локдауна мы, соответственно, ее продолжим. Спасибо большое. Это был кейс, собственно, от руководителя направления сервисов киберзащиты CyberArt GKI на стеже Владимира Дмитриева. Несколько, с вашего позволения, вопросов, потому что огромное количество на нашей платформе, на мой взгляд, есть очень изящные. Один из них звучит так. Скажите, а были ли такие ошибки, которых вы никогда никому не расскажете? Вы имеете право хранить молчание. Я, наверное, должен вот эту вещь сказать сейчас. Раз, два, три. Наверное, такие ошибки бывают, да. Наступают ли безопасники на грабли и делают ли повторные ошибки? Разумеется, как все люди, они наступают на те же самые грабли, даже не повторно, а в третий, четвертый раз. Белецкий Максим спрашивает. Как вы считаете, какая специализация более важная, это программирование или все-таки безопасность? Да, ежиколиван. Безопасное программирование. Ну да, вопрос напоминает за Луну или за Солнце. Что тебе нравится? Козьма Прутков имел на этот ответ. Говори всегда за Луну. Почему нет веры в антивирус? Это уже не к вам вопрос, потому что не ваша была фраза. Зачем он нам тогда? Вы тут обмолвились буквально 10 минут. Кто не верит в антивирус? В антивирус-то я сам верю, просто доверять ему в части построения актуальной модели активов информационного взаимодействия, наверное, не совсем корректно. Потому что если мы, например, беря опыт интеграторского подразделения в рамках Центра киберустойчивости выстраиваем какие-либо как раз модели эффективности средств защиты информации, одна из метрик, которые мы используем, это процент активов с неустановленным антивирусом, например. И ориентируемся на исходные данные, естественно, для CMDB. То есть в антивирус мы верим, но именно в контексте заданного вопроса нет. Да, спасибо большое. Владимир, раздеправление передаю в твои руки. Да, если можно, верните презентацию Владимира. Я хотел прям по некоторым кейсам пройтись. Супер. На этой кинобой достаточно содержательной. Вот. Володь, наверное, с истории номер один начал бы. Вот. История про унификацию сок аутсорсинг против аутстаффинга. Но это провести похожий анекдот по поводу станка для автоматического бритья. Ведь у каждого человека индивидуальная форма лица только в первый раз. Да, после этого все нормально. Как-то с заказчиками, по-моему, это не очень работает. Да, вот энергетика, тек, они же разные. И сказать парни, все, забыли, вы инвестировали. Какая еще сумма актуальна? Да, раньше был Олимпиард. Теперь, не знаю, какая-нибудь другая должна быть сумма. В построение интегратор пришел, написал вам 500 корреляционных правил. Потом вы купили пакет экспертизы уважаемого вендора еще за пол Олимпиарда. Выкиньте все, идите к нам, у нас лучше. Как эту дискуссию вообще с заказчиком провести можно? Мне страшно. Нет, здесь не совет заказчику выкинуть все, а дополнить инструменты заказчика теми инструментами, с которыми работает сок. То есть, ну, если мы говорим, например, про платформу обработки, да, инцидентов, то как бы погружаться к заказчику, говоря о том, что, ну, хорошо, мы там в Excel будем учитывать твои инциденты, потому что они у тебя сейчас в Excel учитываются. Вот это неправильно. То есть, ты должен все-таки для того, чтобы оказывать качественную услугу, следить за KPI, за метриками, ты должен снабдить своих специалистов нужными инструментами. Всем оставили пакет экспертизы в мусорку. Я провоцирую его. Да, нет. Пакет экспертизы, не весь тот пакет экспертизы, который работает у заказчика, нужно вот прям брать и прям по нему работать. Потому что, ну, что мы часто видим, да, настроили, у заказчика сыпется тысяча сработок его правил корреляции в сутки. Вот это, и если сок встанет на этот контент и начнет сообщать ту же самую тысячу оповещений заказчику, тысячу алертов, ну, он просто станет обузой, просто станет, просто надоест, и заказчик на третий день его выключит. То есть здесь речь идет о том, что в том числе в рамках инструментария мы должны принести свой контент, и мы должны адаптировать тот контент заказчика, который есть. Зачастую бывает так, что контент заказчика, вернее, наш контент часто перекрывает то, что у него есть. Так, можно-то щелкнуть сайт, Володь, если не сложно. Мне на какое-то мгновение показалось, Володь, что мы опять в антипленарке принимаем участие. Ну, так мы же разговариваем. Ты так горячо всегда споришь и подначиваешь своих коллег. Ну, я попробовал почувствовать себя на месте твоего, Алексея Кочарина, мне понравилось, поэтому... А, да, понятно. Там еще отдельная тема, когда мы дойдем до Антона, Антон вообще мой заместитель, и я обещал его прожарить не хуже, чем всех остальных, поэтому тут... Мы будем участвовать. Отдельная дискуссия. Про отчеты, да, но тем не менее, опять же, к истории с отчетом. Конечно, удивлять заказчика каждый раз ядерным взрывом довольно тяжело, но из нашего опыта, опять же, есть заказчик, который говорит, покажите мне кровавое мясо и разорванных детей, которые происходили во время работы с инцидентами, потому что иначе руководство не будет считать, что мы вообще ничего не делаем, и выкинет сок на помойку. Как с этим бороться? Это типовая проблема, и с этим вот прям нужно бороться, потому что обещая заказчику как бы кровь и мясо, да, и там интересный, опять же, интересный боевик каждый раз, мы не покажем то, что есть сок на самом деле. И вот задача-то сока как раз такая в том, чтобы этой крови, этого мяса не было у заказчика. Понятно. Хорошо. Зафиксировано, и на стейдж параметры спизофоров не подкручивают. Вот, и, наверное, последний вопрос, я хочу задавать всем вместе. История про пандемию. Действительно, Володя подсветил важную тему, и для заказчика всех процессов был очень болезненный, и мы много говорили про то, как переезд на пандемию влияет на безопасность инфраструктуры, работу пользователей, но для всех соков тоже стало вызовом. И вот тема, которую Володя поднял, и про микроклимат, и коммуникацию, и про SLA, собраться-то, она довольно важная. Там, не знаю, можете все остальные прокомментировать? Тимур, наверное, с тебя. Как для тебя эта ситуация выглядела? Как, да, по ощущениям, для тебя прошел переезд, это как вы нашли баланс между аналитиками, соответственно, друг другу в глаза, и боязнью, что сейчас зародится один с ковидом, пройдет, прочихает, и все, и конец офису, бизнес остановлен. Ну, баланс нашли с использованием, как всегда, средств различной автоматизации, это создание варумов в тех же Тимсах, в том же Зуме. Но нам повезло, поскольку у нас основное ядро СОК, это аналитики первой и второй линии, они находятся не в Москве, а в другом региональном, в другой региональной части России, там вот эти вот ограничения были не в таком жестком режиме, и это позволило в том или ином виде, как-то оперируя сменами, сохранить команду вместе, и присутствие, просто меняя определенных людей по сменам, сохранить их взаимодействие на должном предыдущем уровне. Понятно. Хорошо. Антон, расскажи всем, как у нас это происходило. Да, ну, смотрите, история очень простая. Здесь совокупно у нас в компании были применены такие серьезные антипадемийные мероприятия, которые, безусловно, распространились на большую часть нашего JSOC. В то же время нашли разные выходы из ситуации в разных местах центра мониторинга. И динамика в течение такой удаленной работы, она в том числе тоже отличается. Теперь про то же самое, но чуть подробнее. Мы сегодня продолжаем работу в таком наполовину удаленном формате. И здесь мы максимально перестроились, распределили, как нам организовать такой некоторый сменный график для тех, кто работает не смен, чтобы подстраховывать друг друга, иметь всегда гарантированный рабочий план B. И точно скажу, эта история работает. Если говорить про историю влияния пандемии, такую поэтапную, да, мы переводили часть инженеров на удаленную работу, но при этом за счет своего большого масштаба скорее переориентировали кого-то на возможность удаленного подключения в случае, если будет нужно. Другими словами, усилили технику, которая доступна дома, и при этом позволили большему числу специалистов подключаться, включаться в работу, подстраховывать команды. Про взаимодействие команд. Такая интересная история, потому что на самом деле на старте перевода на удаленную работу количество работы и в целом в соке, и в целом вовлеченности людей, она была прям сильно такой выросшей, да, то есть увеличившейся очень значительным образом. Но в то же время было понятно, что местами и со временем наступает некоторый такой спад, то есть людям нужно друг с другом общаться, поэтому и была введена вот эта история с возможностью выйти в офис каким-то сменным графиком, который в том числе можно сменить. Ну, то есть, грубо говоря, там, давайте так, я хожу вторник-четверг в офис, если хочу прийти в офис, Владимир, понедельник, среда, пятница, при этом у нас есть возможность поменяться, например, если мы захотим. У меня сейчас между нами полтора метра, чтобы мы не пересекались. Между вами меня, чтобы вы меня заразили оба, да? А в виде прокладки используете представители МТС, да? Да, хорошо. Молодцы. А означает ли это, Антон, что это была история с вашим кейсом, или есть еще чем поделиться сейчас какими-то, извините меня за это выражение, факапами или намеками на них? Давайте мы, наверное, к вопросам о демии попозже вернемся. Да, хорошо. Андрей, я хотел один у тебя еще спросить, потому что у тебя, как я помню, первая дежурная смена сидит, общая линия с точки зрения в Краснодаре. Да. Краснодар всю пандемию полыхал и шашлыками, и статистикой заражения. Мы соседи у нас офис в Ростове. Как вы-то справились с этой ситуацией, особенно учитывая особенность южного народа и желание, да какая, какой вирус, ничего не знаю. Ребята, пойдемте все вместе. Есть имбирь. Да, все так. Ну, честно скажу, пандемия действительно нам как бы открыла глаза на некоторые возможности работать удаленно, но сказать, чтобы для нас возможность работать удаленно была чем-то сверхновым, каким-то, я не могу, потому что мы, как телеком-оператор, в любой работе всегда предусматриваем какие-то дизастри-рекавери процедуры. То есть в том числе, причем дизастри-рекавери на такие дизастри, которые там случаются раз в столетие. Поэтому механизмы возможного перевода на удаленку дежурной смены у нас были отработаны. Но в целом, конечно, отработать это просто, как некоторые учения, это одно. А когда начинается работа, и люди сталкиваются с такими объективными вещами, когда с одной стороны тебе на удаленке проще чем? Тем, что тебе не нужно ехать час на работу. Ты просто встал, и ты сразу же начинаешь работать. С другой стороны, есть нюанс, ну тоже и назад. Получается, у тебя плюс два часа добавляется. На что ты эти плюс два часа потратишь? То есть если тебе, конечно, очень интересно, ты можешь их потратить на то, чтобы работать. Ты можешь их потратить на то, чтобы есть. Ты их можешь потратить на то, чтобы спать. Потом, кроме всего прочего, да. То есть эти два часа, это ладно, одно дело. Причем, вот честно скажу, большая часть, ну преобладающая часть специалистов нашего СОКа тратила это время на работу. То есть я смотрю, просто начинается в 7 часов, все и заканчивается там, я не знаю, уже после полуночи полностью. И это не сменный, не считая сменных специалистов. Но при этом люди полностью, кто был вынужден сидеть дома, ощутили такую вещь, как то, что нужно, чтобы было полное содействие и понимание, взаимопонимание в семье твоих домашних того, что папа работает. То есть как бы, если что, папу можно там отвлекать, ну только в определенные моменты. То есть в какие-то моменты папу отвлекать нельзя. Там, я не знаю, ставишь красный кубик возле себя, значит, папу трогать нельзя. Синий, можно там папе подбежать, показать что-то. Жены, дети, если кто-то, ну то есть если к кому-то там летом приехали гости тоже, они все должны это понимать. И вообще в идеале, конечно, если вдруг у кого есть чуть больше площадь в квартире или в доме, где он живет, то они выделяли себе отдельное место просто, как-то отделялись. Ситуация все более-менее одинаковая. Зафиксируем, что Андрей, это вопрос с ответом по Краснодару шашлыки ушел. Переведя это на общую ситуацию, вы в МТС. Как бы на шашлыки мы с ребятами из Краснодара в то время не ходили. И, честно говоря, вопрос этот, ну, не поднимали. Хорошо. Слушайте, коллеги, про региональность, извините, очень хороший вопрос. Держу его в уме уже примерно полчаса, а времени все меньше. Как вырастить в регионе аналитика в условиях ограниченного бюджета и не дать ему мигрировать в Москву или Питер? Очень нужен совет. Тут я могу сказать, честно говоря, на мой взгляд, это очень сильно зависит от самого человека. Потому что если человек хочет развиваться, вот, например, у нас в компании ребята в Краснодаре, они хотят развиваться, и они развиваются. И в Краснодаре они выполняют работу того уровня, той квалификации, которая ни в чем не уступает московским. И это зависит от желания человека развиваться в профессии и также от желания человека не переезжать. Потому что если человек озадачится тем, чтобы переехать, он будет искать возможности переехать. Вот если у него просто есть такая идея. Если у него такой идеи нет, его устраивает все в текущем месте, то зачем? То есть это, я думаю, очень сильно зависит действительно от индивидуальной. Человек живет не беспокойно, как сказал один из фантастов. Да, даже если у него сейчас все хорошо, его это надолго не устроит. Все время хочется больше и больше и больше. Вот в чем дело. А больше в регионе рано или поздно ты окажешься на потолке. Вот в чем дело. Вот это большая проблема. Смотря чего больше человеку хочется. Возможности профессионального роста прежде всего, соответственно, и финансового достатка также. Ну, наверное, определенные ограничения, конечно, да, конечно, в регионе эти определенные ограничения есть, но в плане, например, профессионального развития мы специалистам из регионов даем абсолютно те же возможности, что и специалистам из Москвы. У нас в нашем СОКе нет такого, что так, вот поскольку ты не из Москвы, ты этим заниматься не будешь. То есть если кто-то из специалистов хочет чем-то заниматься, проявляет какое-то желание, говорит, я вот хочу вот это, вот это попробовать. У меня первый вопрос так, тебе что нужно для этого? Тебе нужны там какие-то ресурсы, давай посмотрим, где они есть. Что ты покажешь в результате этого? Я покажу вот это, вот это. Так давай попробуй, действительно. И по результатам подобных вот таких инициатив, действительно, у нас большое количество оптимизаций происходило. Оптимизации в плане оптимизации работы, не реструктуризации компании, а автоматизации и других вещей. То есть человек, если хочет развиваться, у нас, честно я скажу, вот я уже сколько там, 17 лет в группе компании МТС работаю, и я отлично понимаю, что мне еще, я вроде как бы во все вник, но чем дальше я узнаю что-то, тем больше я понимаю, что мне еще тут копать и копать. И поэтому, по сути, если человек у нас хочет развиваться именно как специалист, то, ну, я не знаю, ему на несколько десятилетий хватит. Говорил один древний философ, я знаю, что я ничего не знаю. И это потому, что он знал все больше и больше и больше с каждым годом. Да, это тоже один из парадоксов. Давайте продолжить. Следующим я предлагаю выступить директору Центра киберустойчивости группы компании Ангара Тимуру Зинатулину. Тимур, давно сидим, скучаем, несмотря на то, что уже поучаствовали в обсуждении. Тем не менее, хочется узнать про ваш кейс. Да, первый кейс, он, наверное, составной, больше из двух. Это история про то, что, потому что я даже не могу назвать это ошибкой, история про то, как в самом начале пути мы в качестве корреляционного ядра нашей платформы, пусть тогда это еще не было такой платформой, какая она есть сегодня, с полным циклом разработки, с кучей девопсов и архитекторов, но тем не менее, платформой выбрали IBM-ку Radar. Это повлекло за собой понятное количество работ по переписыванию нормализаций, для того, чтобы это все туда передавать. И в процессе использования, эксплуатации этой системы, я надеюсь, я мог назвать, что это было за система, но ладно. Мы поняли, что запросы наших аналитиков не соответствуют ряду функциональных ограничений, которые есть у этого коммерческого решения. И было принято волевое решение писать корреляционный движок самостоятельно, что повлекло за собой повторное переписывание всех формул нормализации, что, понятное дело, влияет сразу на базу правил, на все фильтрации, которые в ней используются. И то есть это кейс о том, как решение, кажущееся наиболее рациональным, оказалось совершенно нерациональным, привлекло к значительному увеличению трудозатрат и дополнительным задачам с ними связано. Но мне кажется, что это не ошибка, наверное, это естественный этап развития СОК, и заранее предугадать все было невозможно. Второй кейс, который я сегодня с собой принес, это, как бы парадоксально это ни звучало, это лояльность к заказчику. Точнее, чрезмерная лояльность, когда мы попадая, ну, допустим, в определенный цикл календарного года, когда есть фриз на виртуальные ресурсы, мы идем навстречу, снижаем плановые необходимые ТТХ для корректной работы нашей платформы, уговаривая разработчиков, архитекторов, что мы оптимизируем те или иные процессы на какой-то короткий период времени и все будет хорошо, заходим с этим к заказчику и в итоге получаем некоторую деградацию сервисов при определенных условиях. И это случай, когда лояльность к заказчику приводит к негативным последствиям. То есть все-таки одноразовые станки для одинакового обречают по всем клиентам? Ну, можно сказать и так, да. Вот, это у меня как-то очень коротко, наверное, получилось. Нет, хорошо получилось. Это все, чем я хотел поделиться. Да, ну, кстати, есть вопрос, на который также можете попробовать ответить, конечно, но тут он адресован Владимиру, поэтому я думаю, что его для широкого обсуждения, может быть, в вашей кейсе расскажете. Как часто, спрашивает Олег Спиридонов, расследование инцидента приводило к передаче материалов в правоохранительные органы или мы в ИБ просто только и делаем, что отбиваемся? Давайте я возьму на себя. Ответ защитный. Ответить на этот вопрос? Нет, нет, это такая история, знаете, она очень тонкая. Я неплохо понимаю, что информационная безопасность в заказчиках, особенно, когда это безопасность информационная, а еще и служба безопасности общая. И в среднем ответ от клиента, который мы слышим, ребята, дайте нам стопроцентные доказательства, что это сделал тот-то. Дальше мы разберемся сами. Что происходит за границей, это дальше мы разберемся сами. Я предпочитаю не знать. Я догадываюсь, смотрел всякие страшные фильмы в этом месте, но тем не менее. Вторая история, конечно, все-таки, тут, наверное, коллеги меня все поддержат, когда мы говорим про внешнюю атаку внешнего хакера, искать его, конечно, можно, но это история про 5-6 лет, долгие расследования и прямо очень гарантированный результат. И, конечно, в этом месте компания, занимающаяся этой частью расследований на рынке, представлены, называть их не будем, чтобы не рекламировать и не спонсировать их, не являющиеся спонсорами, форум это, собственно. Но, тем не менее, это большая история, она очень тяжелая, она очень дорогая для клиента. И большинство, скорее, не готово заплатить на интервале 5 лет, там, 5-6-7 миллионов в поисках вендетты с компанией, с командой, которая взломала твою инфраструктуру и украла у тебя, там, 100-200 миллионов рублей. Это психологически тяжело, потому что, ну, ты гневаешься сейчас, а через два года тебе уже более-менее все равно. Хороший, ну, есть возможность у нас посмотреть все-таки еще, послушать какие-то кейсы, да? У нас еще Антон. Да, Антон, самое время, наверное, выступить и рассказать. А потом, сколько останется времени из 10 минут, мы посвятим всеобщему обсуждению, мало ли кто чем-то захочет поделиться или что-то прокомментировать. Да. Смотрите, хочу начать с такого тезиса, с которым все-таки сталкиваемся не так часто, но, тем не менее, сталкиваемся. Это тезис на уровне заказчика, у которого сока еще нет, там встречается чаще, но встречается и там, где сок уже есть, что сок – это такая волшебная пилюля от всего, то есть от любых угроз, любых атак, любого злоумышленника, а может быть, даже и глубже. Еще и ответ на любой вопрос по инфраструктуре, даже если он абсолютно айтишный, а не ибэшный. И это такая история, которая, на самом деле, чем раньше ее выровняешь и будешь поддерживать эту историю в таком выровненном состоянии с заказчиком, что система защиты, следовательно, и сок, как составляющая такая операционная часть, они должны соответствовать той реальной угрозе, тому реальному уровню злоумышленника, который эта компания сейчас считает для себя актуальным. То есть, и чтобы не было избыточных средств защиты, да, и каких-то контролей, или, например, было однозначное понимание, к чему стремиться. И так чисто из опыта, да, как я уже упомянул, среди тех, кто пользуется услугами сок, такое тоже иногда случается, есть прям реально практика, да, поддержания вот таких вот выровненных ожиданий с заказчиком. Другая история, я бы ее отнес уже к именно действительно таким ошибкам, это работа с прозрачностью работы, назовем ее так. Дело в том, что мы, как сок, ну, в принципе, любой сок, я уверен, сталкивается с ситуацией какого-то профилирования, каких-то легитимных активностей, которые, в принципе, вносятся как исключения. И надо признать, что у нас для большинства заказчиков этот вопрос, что именно сейчас вбито в исключениях большого числа наших юзкейсов, остается таким вопросом, которому нет реального быстрого онлайн-доступа. А в таких условиях оно очень быстро может быть забытым заказчиком. Другой аспект, на который можно посмотреть на этот вопрос, это то, как эта информация об исключениях выносится. И тут у меня прям есть несколько реальных историй. Одна из них связана с заказчиком, который на своей стороне построил линию, работающую с нашими оповещениями. И один из специалистов настроения заказчика, отвечая на какой-то из наших тикетов по истории аутентификации на хосте, услышал краем уха у себя в кабинете про тестовое перестроение архитектуры и переход на такую другую контролируемую схему логов Windows-аутентификации, нам в ответ отписал, что далее мониторить Windows-аутентификацию в инфраструктуре не нужно. И тут мы даже прям пали жертвой собственных процессов и выстроенных линий, потому что у нас этот ответ был обработан успешно на третьей линии. И на самом деле на некоторое время мы полностью самостоятельно по запросу заказчика отработанно отключили то, что в целом-то отключать не нужно. И это на самом деле, я считаю, наша совместность с заказчикной ошибкой. Другая история, наверное, менее интересная. Что стало с аналитиком? С аналитиком на стороне заказчика ничего не стало, потому что он, ну как, давайте так, глобально ничего. Хотя это, конечно, такая история мискоммуникации, которую мы с заказчиком скорее научились вместе контролировать, в том числе какими-то контролями на их стороне, вместе контролировать с теми векторами, которые мы у себя видим, векторами развития, то есть такой актуальной информацией, которую заказчик может всегда увидеть, всегда обратиться. Если же говорить про кейс самого заказчика, то я не буду скрывать, на стороне клиентов часто это история с персоналом стоит прям сильно жестче в части возможностей по подбору и насыщению кадрами, поэтому, безусловно, он получил какой-то выговор, возможно, не столь серьезной, сколько можно было бы. Но, опять же, я считаю эту ошибку совместную. Про второй кейс, наверное, не буду рассказывать, потому что не так много времени, есть более интересная история, она скорее про коммуникацию. Недостаточная коммуникация и работа по принципу есть техническое задание, есть сервис, все прозрачно, все отлично, вообще плохая история. Я хочу рассмотреть прямо на примере, с которым мы сталкиваемся реально очень часто, особенно сейчас в конце года. Практически каждый наш заказчик так или иначе проводит какие-то учения, тестирования, пентесты, редтимы, да, и они сегодня уже упоминались. И, на самом деле, каждый такой кейс, он даже на стороне заказчика в своем роде может пойти по-разному. Потому что, вот я упомянул, да, есть заказчики, где есть своя линия или несколько своих линий на их стороне, да, в дополнение нашим первым линиям. И вот смотрите, какая ситуация. Эти специалисты тоже могут не знать, чего от них ждут в случае, когда проводится пентест. У нас ответ, в принципе, простой. Любая активность, которую мы видим, это потенциально боевой инцидент. И не зависит от того, с кем мы имеем дело, с злоумышленником или с пентестером. В общем-то, качество, скорость, процессы, все должно работать примерно одинаково. Но реально, например, я даже на стороне заказчика вижу ситуации, когда специалист на стороне заказчика видит наше оповещение, предполагает, что это пентест, потому что он слышал, что вроде бы что-то должно начаться, их должны проверить, и он дальше не знает, что делать, чего от него ждут. И в таких ситуациях мы уже даже прям не один раз получали от заказчиков ответы на наше оповещение, что вот эта активность, которую мы видели, максимально вредоносная, легитимная. Что, конечно же, на самом деле может выясниться спустя время совершенно не то, чего от нас ждут там то же самое руководство, которое эту работу заказывало. Я поясню, то есть максимально важно выровняться, чем мы сейчас занимаемся. Вот коллеги из Банка Санкт-Петербурга очень круто рассказали, потому что они рассказали про тот подход совместной работы, к которому мы сейчас пришли, такой открытый, в большой дружной команде, которая позволяет не терять в эффективности, но при этом реально быстро и слаженно идти. Это прям максимально важная история вот этой выровненности. К слову, я не знаю, надеюсь, они на меня не сильно обидятся, по-моему, этого не было в их докладе, но некоторое время назад, когда это были не открытые учения, а когда это был пентест, такой прям редтим, который они проводили, и там были разные модели злоумышленников, у нас была другая история. Пентестер попал на машину специалиста СОКа и подтвердил легитимность той активности, его активности, которую мы выявили. Да. Этот ноутбук из Wi-Fi сегмента нормально брутит пароли. Все нормально, у нас такое происходит каждый день, не переживайте. Да. Ну, отлично решаем эту историю коммуникации. То есть, в принципе, сейчас каждый сервис-менеджер в случае и быстрой эскалации, и в случае боевой активности, и если он слышит даже какие-то ключевые фразы, что да, там проводится пентест, мы обязательно выравниваемся на самом старте, как совместно взаимодействовать, делимся теми же лучшими практиками и как-то что-то предлагаем, чтобы дальше действительно слаженно подойти к вопросу. Можно я еще 10 секунд украду? Я тоже немножко занимался СОКами и сейчас немножко занимаюсь. У меня, как в истории Антона, есть еще более старый кейс. У одного нашего уважаемого заказчика делала команда, уважаемая команда SolidWall, SolidLab. Крутые пентестеры пришли делать пентест. И они работали так прям качественно, круто, то есть шли мимо радаров и дошли до одной системы, где была история, вот Антон сказал про аутентификацию, мы поймали их на том, что они вломились на сервере, на котором они не должны были появляться вот этой самой учеткой. И дальше идет отчет по расследованию со стороны нашего аналитика первой линии, и я до него добрался через три дня, мы тогда еще были маленькие, я ее действительно сам глазами просматривал. И в отчете написано, учетная запись такая-то, создана компанией SolidWall, создана пользователем Андрей Петухов. И я читаю, думаю, блин, ну ребята, ну все же понятно. От заказчика приходит ответ, легитимная активность. И к этому третьему дню уже распаренный вице-президент кричит, почему не поймали пентест, куда вы смотрите, что вы за сок такой. Поэтому сейчас мы пытаемся своих ребят еще обучать важным людям в сфере информационной безопасности, давать этот пентестеров в лицо, знать Алексея Лукацкого в лицо, Алексея Качанина, участников коммерческих соков, потому что каждый из них может оказаться тем самым человеком, создавшим эту самую учетку в пентесте. Это отдельный навык для информационной безопасности в нашей жизни. Давайте сейчас немножечко вопросов, потому что я даже боюсь пропустить какие-то, потому что они буквально поступают несколько вопросов в одну секунду. Вот Николай Сушков, на мой взгляд, интересную тему затронул, если я не прав, разуверите меня. Заранее оговорюсь, пишет нам Николай, что, возможно, в процессе перехода между каналами пропустил эту тему, но в основном все доклады сегодня посвящены теме обнаружения и реагирования на компьютерные инциденты, а все обходят со стороной инвентаризацию информационных ресурсов, как будто это само собой разумеющийся процесс. Между тем, по моему мнению, без полной картины имеющихся информационных ресурсов, этапы мониторинга и реагирования фактически бесполезны. В качестве бонуса хотелось бы услышать практику коллег о том, как все видеть и ничего не упустить. Предложим Николаю посмотреть нашу пик-сессию, отмотать ее минуту на 40 назад. Как раз ровно эту тему мы и обсуждали. Но, тем не менее, Сушков Николай, посмотрите нас, пожалуйста, в записи. Да, ну, подсветив, конечно, тема инвентаризации колоссально важная, мы ровно часть дискуссии теме инвентаризации и учета активов посвятили, это, ну, одна из основ работы СОК. Добавить по этому вопросу вот сейчас нечего, чтобы коротко, просто отправить туда, чтобы посмотреть в записи эту целую часовую сессию. Очень рекомендую, кстати, вещь посильнее Фауста Гёте. Возможно ли плотное взаимодействие российских и американских СОК-компаний при условии разности часовых поясов, и существует ли сейчас такое плотное постоянное взаимодействие? Дмитрий Сацукеевич спрашивает нас. Ну, я не вижу здесь компаний коммерческих, которые взаимодействуют с иностранными инвендорами, если кто-то взаимодействует, поправьте, но есть такая история, действительно, есть большая тема сейчас взаимодействия с Microsoft, которые имеют свои коммерческие сервисы и свои решения класса EDR, нацеленные на инфраструктуру, но вот тут я вернусь к прошлой секции, к антиплинарке, не помню, по-моему, Дима Агаде рассказывал классную историю, что вот система одна, вторая, все собирает, агрегирует, потом все поднимается в облако, на момент я икнул, потому что поднимается в облако российское еще не так страшно, а когда поднимается в облако американское, в этот момент делают уверенное ай-яй-яй, примерно 3 регулятора в нашей стране, а если ты в этом месте еще икни, то, скорее всего, 5 регуляторов тебе скажут, что не делай так никогда, верни все на место, а то к тебе придет прокуратура, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, не знаю, кто там сейчас еще ходит в гости с разным родом проверками, поэтому взаимодействие есть, но оно такое, очень аккуратное. Да, у нас остается совсем немного времени, я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня высказался и в рамках вот этой сессии тоже, а теперь предлагаю зрителям проголосовать на нашей платформе за самую интересную из проручавших историй или, может быть, за самое интересное донесение информации до вас, да, а вот что из выступлений коллег было таковым, допустим, для вас, я хочу Владимира Дрюкова спросить. Ну, на самом деле, каждый поделился своими кейсами, они были разные, местами хотелось, конечно, в этом сказать, что коллеги демонстративно упустили, стоп-слово, хотя на самом деле мы по нему проходились, но что важно для меня и, наверное, важно для всех участников, что мы смотрим на вас со стороны, мы коммерческие соки, мы видим вас чуть иначе, чем вы видите сами себя, и хочется при текущем тренде, когда соки становятся гибридными, соки становятся коммерческими, вы все больше увлекаете на свою работу, чтобы вы понимали, как мы живем, понимали, какие ошибки мы с заказчиками уже допускали, какие проблемы возникают в коммуникации, и, наверное, мы все вместе, мы со своей стороны были готовы к тому, чтобы эту коммуникацию выстраивать полезно. Коллегам всем большое спасибо за откровенность, истории про лежание на столе у генерального директора или про то, как стояли на коленях на планерке у вице-президентов больших корпораций не прозвучало, но у каждого из нас они были, что скрывать, я думаю, тут никто не откликнется, поднимая руку, что да, я там был, наверное, я подниму, у меня такие истории точно были, но мы все понимаем, что любая деятельность не бывает идеальной, наша задача учиться извлекать опыт из полученных собой ошибок и проблем. Да, спасибо большое, чей рассказ был самым неожиданным и поучительным, спросили мы у наших уважаемых зрителей на нашей платформе, буквально вот у меня под руками сейчас меняются и скачут показатели и цифры и продолжают это делать, но лидирует история Владимира Дмитриева, у него почти 33%, чуть больше 30% на самом деле, но чтобы вас успокоить, могу сказать, что 25%, там 26%, история Антона Юдакова, кейс Тимура, также примерно 25% занимает Андрей Дугин, тоже очень неплохие показатели, 20%, иногда до 25% доходит, просто цифры очень и очень плотные, но абсолютный фаворит, конечно, Владимир Дмитриев, так что, что называется, наше поздравление и вот эти аплодисменты в награду. Ну что ж, что ж, хочется сказать и чем завершить вот этот блок, это было интересно, да, огромное количество комментариев от наших зрителей мы успели прочесть, кстати, может быть понравился какой-то вопрос, какой-то может быть отметить, чтобы отправить сок баллы этому человеку? У нас есть одинаковая традиция, на печь сессии все время набегает очень много вопросов, мы обычно их складируем и возвращаемся с ответами отдельно, вот у нас было по итогам прошлых печь сессии шикарнейшее выступление с подгонизованными коллегами из Анти Малвари и Эрвижена, поделюсь просто отдельной историей, Андрей рассказывал про работу на удаленке, Андрея мы подключали прямо с дачи и у всех на заднем фоне висели обои, а у Андрея была такая шикарная изба и как по-моему все завидовали, мы просто часто думали, что это баня, хотя, наверное, это все-таки был дом. Вот, по этому вопросу мы соберем, я думаю, что мы еще вернемся, но, наверное, всем спасибо действительно за вопрос, уверен, что много еще интересных осталось, мы их обязательно обсудим. Да, спасибо Владимиру Дрюкову еще раз, что выступил двигателем, движком, я бы даже сказал, вот этой дискуссии, мы постепенно добирались уже, видите, до части эфира, которую многие ждали с нетерпением, до розыгрыша главных призов осталось ждать совсем немного, скоро мы узнаем имена счастливчиков и пока у всех зрителей есть возможность, ну, знаете, поднапрячься и в последний момент заработать дополнительные сок-баллы, пользуясь всеми возможностями нашей платформы, так что оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok